Аким Жамбулской области Бердебек Сапарбаев в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Координационного совета Жамбулской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Участники обсудили профилактику правонарушения на приграничных районах. Модератором заседания выступил прокурор Жамбулской области Нургалым Абдиров. По данным первого заместителя начальника ДКНБ Серика Бегалеева, с начала текущего года было пресечено 13 каналов незаконной миграции. Он отметил, что определенные влияния на складывающуюся обстановку в приграничии оказывают деятельность экстремистских течений, контрабанда товаров, наркотрафик. Беспокойство вызывают и большие очереди грузовых машин на границе. Серик Бегалеев считает, что лишь при тесном взаимодействии Департамента пограничной службы области, местных исполнительных органов и Департамента полиции будет обеспечен эффективный пограничный режим. Также нужно проводить информационно-разъяснительную работу среди населения с целью формирования нулевой терпимости к любым правонарушениям. В числе проблем первый заместитель прокурора области Канат Мамаев отметил также низкую оснащенность пограничных пунктов пропуска и незаконное перемещение грузов через пассажирские терминалы. Спикер добавил, что профилактике правонарушений уделяется большое внимание. Перевозчиков, занимающихся лжетранзитом, привлекают к ответственности. Генеральная прокуратура Казахстана поддержала предложение областной прокуратуры по внесению значимых изменений в законы страны, которые позволят пресечь незаконную деятельность и выявить крупные каналы лжетранзита. На заседании исполняющий обязанности руководителя Департамента государственных доходов Аманкул Садиров сообщил, что с целью недопущения фактов лжетранзита разработана и внедрена поисковая программа Кеден. Программа смогла выявить 17 правонарушений. По 10 делам перевозчики, привлеченные к административной ответственности, наложен штраф на сумму в 277 тысяч тенге. На шести автомобильных пунктах пропуска области работает управление экспортного контроля ДГД. С конца января текущего года сотрудники управления выявили 975 машин с товарами, которые относятся к группе высокого риска. В результате возбуждено 736 административных дел, наложено и взыскано штрафов на сумму в 47 тысяч 60 миллионов тенге. Аманкул Садиров добавил, что Департаментом государственных доходов принимаются меры, чтобы впредь не образовывались многокилометровые очереди машин на казахстанско-кыргызской границе. Перед нами всеми поставлены конкретные задачи по обеспечению стабильности и национальной безопасности. Таможенные органы должны быть инструментом регулирования внешней торговли и пополнения доходной части бюджета страны. Аким области Бердебек Сапарбаев указал на важность совместной работы всех ответственных ведомств в решении вопросов противодействия кражам и угонам автотранспорта, борьбы с незаконной эмиграцией, а также противодействию наркопреступности. Кулешу Мурзакова, Ханабил Хаир, 77 Ньюс.